Добрый день! Мы продолжаем наше чтение книги Монитур в тайное время с Андреем и надеемся еще подсоединяться кроме тех, кто уже есть с нами. Откроем сейчас текст. Мне кажется, мы приблизительно остановились здесь. Ой, ошибка. Извините. Ну да, кажется, да, здесь. Так что мне казалось, ну мы немножко торопились в конце, потому что у нас у Андрея заканчивается время через час, и я сказала, что я еще пару слов скажу по поводу того, что написано в таре Раби Мейера. Действительно, это есть созвучие такое, зрительное подобие между словами «мод» и «меон». Это очень странно, да, и вот все очень хорошо. В конце творения Бог завершает как бы свою оценку того, что произошло. И почему Раби Мейер, на самом деле это нужно разъяснить, конечно, что по большей части комментариев, это не то, что он ошибся, не то, что он написал это действительно, когда писал тару, сознательно изменил в ней какое-то слово. Это, видимо, так предполагается, что он написал это в качестве комментариев на полях где-то, потому что вообще правила написания тары не допускают такого рода изменений. Так что то, что нашли у него, написано в качестве комментариев. Ну, что он этим и хотел сказать. Мы вот говорили в прошлый раз о том, как важно, это одна из главных тем данной главы. Говорили о том, что реализация творения сильно отличается от ланиров. И это сделано не потому, что сегодня в чем-то ошибся или как это у нас часто бывает, хотели как бы всегда, а потому что это такова структура мира, которую Бог создал. И это имеет огромный смысл во многих планах, во многих смыслах, получается, совсем точно. Потому что у этого есть разные какие-то последствия. Во-первых, это прежде всего то, что человек, у человека есть задача в этом мире довести его до совершенства, приблизить его к тому, каким мир должен был быть, таким, как он был запланирован. Во-вторых, если представить себе, что мир был создан полностью идеальным, таким, как он задуман, то действительно о свободе выбора не было бы места в этом мире. Потому что все было бы известно, однозначно, хронизано божественным светом, где нет места ничему другому. И это отвечает божественному желанию создания именно такого мира. Но почему? Как это связать с тем, что вот смерть хороша? Мне кажется, что смерть символизирует самое сильное, самое глубокое отклонение несовершенства в нашем мире. Отклонение от идеала. Всем, может быть, не всем, но есть некоторая мечта у человечества о вечной жизни. И вечное существование души, например, это один из постуатов религии. Поэтому то, что в мире существует смерть, это как бы наивысшее выражение его несовершенства. И вот именно про это несовершенство Рабий Мерд говорит, хорошо, что есть смерть. Потому что именно таким несовершенным Бог и задумал создать изначально мир. То есть он не задумал так, что есть потенциал развития у мира. Ну и подводя итог, говорит Рабашкин Ази, отсюда следует, что мир, каким мы его знаем, это мир несовершенный с самого начала. Мир, который еще не полностью раскрыл свой потенциал. Человек рождается в несовершенной реальности. И это объясняет глубокое внутреннее чувство разрыва между миром, каким он должен быть, потенциале, идеале, и тем, что человек видит, оглядываясь вокруг. Мне кажется, он здесь хочет сказать, что мы ощущаем внутри себя вот этот разрыв. Да, есть такой замечательный анекдот, ну, не замечательный, известный, скажем так, как человек отдал портному брюки пошить. И вот он входит неделю, входит другую, входит третью, месяц проходит, второй месяц проходит, брюки все не готовы, в конечном итоге он выносит портное в рейс. Ему брюки, наконец, они готовы. Он говорит, спасибо большое, потрясающие, конечно, брюки, но я не понимаю, почему столько времени это отняло. Бог целый мир создал за шесть дней. Он говорит, посмотрите на этот мир, посмотрите на эти брюки. То есть мир, изначально созданный за шесть дней, у всех вызывает ощущение, что он не такой, каким должен быть. Но это как бы понятно, мы смотрим на этот мир. И мы все время видим, что все идет не так, как надо. В нем очень много трагедий, очень много несчастья, войны, измены, и предательство, и обман, конфликты, которые иногда очень трудно разрешить между людьми и между странами. И всегда понятно, что с этим делать. Человек стоит перед этим миром вот в таком ощущении, что мир должен быть не такой. Это правильно, так и должно быть. То есть на самом деле нерелигиозный человек скажет, что вот видите, какой мир. Это значит, что Бог его не сделал. Он сам как бы образовался. Если Бог сделал мир, он должен был быть более совершенным. На самом деле это как раз следует, что человеку есть в этом мире что делать. Однако важно помнить, что та свобода выбора, которая была дана творению на каждом этапе, и в результате которой образовался разрыв между идеалом и реальностью, была запланирована и направлена свыше. Это то, что, мне кажется, Раби Мея написал, что Том Мау – хороша смерть. Давайте опять воспользуемся в качестве примера третьим днем. Мы видим, что описываемый второй разрыв между божественными повелениями и его реализацией на практике вызывает реальные следствия в отношении нас, людей. Это очень типичный пример того, который отвечает на вопрос, вообще зачем нам вся эта история. Ну хорошо, я понял, мир не совершенен. Но зачем нам все эти подробности, зачем нам рассказывается первая глава? Это важно, потому что это имеет фактические следствия в нашем мире, в наших взаимоотношениях, в нашем отношении с миром, в нашем отношении между человеком и человеком. Смотрим снова главу 1 стих 11. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву семеносную, дерево плодоносную, производящую породу своего плода, которым семья его на землю. И выпустил земля. Здесь фигурирует земля. Поскольку Бог к ней обратился, она должна была сделать что-то. И что она сделала? Зелень, траву семеносную породу своему, и дерево плодоносное, в котором семья его, порода его, а тут сказано, дерево плодоносное, представляющее породу своего плода, в котором семья его на земле. И стало так, и увидел Бог, что это хорошо. Различие в том, что... В первом варианте было сказано... Я на секунду взгляну. Эдспри. Как это на иврите? Не совсем правильный перевод у меня? Нехорошо было. Хорошо. Может быть, в переводе это не очень заметно. В иврите имеется в виду эдспри, дерево, которое само по себе является плодом. А в реализации оно только дерево плодоносное, только дерево, которое делает премьер. А само по себе оно не является плодом. В этом основная разница. То есть, с точки зрения планирования, все деревья должны были быть по вкусу такими же, как и их плоды. Ну, или съедобными в любом случае. А в реализации съедобными оказывается только результат. Только плоды, которые вырастают на этих деревьях. План состоял в том, чтобы все в духовном мире было открытым и непосредственным корнем превзрастающего из него ствола. То есть, корень, источник реально создавал ствол, в котором выражалась бы вся суть плодов. Без детерминистских законов природы, а скрывающих божественную сущность. Природа, которая работает по-другому, она скрывает эту божественную сущность, которая содержится в корне. В материальном мире это означает, это в духовном мире. То есть, в духовном мире корень как бы оторван от результата. Мы видим дерево и видим плод, и не видим связи между корнями и плодом. А в материальном мире это означало, что все выросло, что выросло из земли, должно быть съедобным. Включая сами семена, травы, овощи и даже стволы деревьев и их ветки. Изначально любая часть природы должна была служить пропитанию человека. Без необходимости в мире в работе или приложению усилий. Такой поразительный мир, в котором мы не должны заботиться о своем пропитании. Мы можем жить исключительно духовной жизнью, скажем так. Не будем рассказывать всякие еще дополнительные анекдоты, но мне кажется, что это приводит к тому, что не будет необходимости в развитии. Потому что мы сидим себе и едим плоды, которые вокруг нас. И ничего как бы больше нас не толкает к тому, чтобы строить мир, строить цивилизацию. Однако на деле только ограниченные части природы получаются пригодными для употребления в пищу человеком без всякой обработки. Только плоды, собственно, то, что мы называем плодами. А большая часть требует сблажения труда и времени. Тут возникает вот эта вот связь, проявление времени. То, что в творении это было только этапом, в дальнейшем разворачивается во времени. Получается, что из-за разрыва между планированием и реализацией весь процесс получения пропитания изменился. Человек должен ждать, пока дерево не вырастет из семени. Не достигнет стадии появления плода, чтобы его можно было съесть. Человек не может существовать за счет промежуточных ступеней. То есть появляется идея процесса. Чтобы получился результат, должен происходить некоторый процесс, который растянут во времени. Вот это вот изменение, которое внесла Земля, оно подчеркивает то, что все запланированные Всевышним этапы, все идеи, которые предшествовали к творению, в нашем мире разворачиваются во времени. И то, что Раф говорит, время, значение развития, изменения процессов появляется теперь в процессе творения в открытой форме. То есть до того, как время началось, это все было в скрытой форме. В форме идей я когда-то уже приводила пример, что есть идея разбития сосудов. Но это как идея, она существует еще до творения. А процессе творения, она реализуется во времени и неоднократно. Происходит какое-то управление, например, на Синае, которое народ еще не в состоянии усвоить. Это аналогичный процесс идеи разбивания сосудов. После такого грандиозного события, как дарование Тары, народ ломается и делает золотого цвета. И в нашей жизни тоже постоянно получается так, часто получается так, что мы не в состоянии переводить то добро, которое нам дано, и ломаемся из-за этого. Я еще, может быть, один отзак прочту, который об этом, собственно, говорит. Время в значении развития, изменения и процессов является теперь процесс творения в открытой форме. Перед нами не просто разрыв между планированием и реальностью, а объяснение глобальной экономической проблем. Это то, с чем Рава это связывает. Сегодня эта проблема менее серьезна, поскольку если бы все человечество решило направить все ресурсы в социально-экономическое русло, нигде бы в мире не было бы проблемы с экономикой и голодом. Одной из главных проблем в истории человечества и причиной многих войн была экономическая проблема. Действительно, сегодня более-менее современный мир, он современными технологиями, он может себя вполне прокормить. В древние времена, несколько засушливых лет, приводили к тому, что просто рушилась вся цивилизация. Скорее всего, такие процессы, какой-нибудь извержение вулканов, засушливых годах, и, например, развитие эпохи средней бронзы, например, была очень сильная цивилизация, международные отношения, связи, потрясающее искусство. А потом неожиданно все это разваливается, падают империи всякие. Почему? Потому что возникают какие-то проблемы засуха и другие катаклизмы, и экономические проблемы приводят к разрушению фактически цивилизации, и являются причиной войн и прочее. А наш мир был бы совершенно другим, если бы человек мог есть все, что угодно, где угодно и когда угодно. Сразу же утоляя любой голод, без какой бы то ни было необходимости, прикладывать усилия и труд. В этом смысле мы как раз можем сказать, что развитие цивилизации приближает нас к такому состоянию, когда человеку не надо очень сильно трудиться для того, чтобы себя прокормить. Огромное количество тяжелых операций, которые в древности занимали большую часть времени человека, они сегодня производятся машинным образом, и труд человека все больше становится интеллектуальным, а не физическим. Я остановлюсь на этом. Мы довольно много прочли, и я хотела бы, чтобы высказал, что он по этому поводу. Получается, что с развитием цивилизации человек возвращается в Ганеден. Он приходит к интеллектуальному труду, а не к физическому, в поте лица, как было сказано. И плюс сама пища при помощи технологий, мне кажется, уже идет к тому, чтобы просто брать из любой материи, как-то переставлять атомы и делать химическую пищу вполне питательную. И для этого не нужно будет ни трудиться, ничего выращивать и не убивать никого. Тем более. Получается, мы идем к тому, что все становится съедобным. Человек какой-нибудь, условно говоря, берет с собой прибор, 3D-принтер и уезжает в пустыню. Из песка делает себе пищу и может прожить сколько угодно, да? Ну, на это, наверное, еще следующий этап. На сегодняшний этап там есть, можно так, искусственное, возможность выращивать искусственное мясо. Сейчас искусственное молоко, которое никак не привязано. Собственно, кстати, это не имеет отношения к нашей теме, но если действительно мясо и молоко будут добывать из культур, как это сейчас прогрессирует, это исследование, то это может привести к тому, что все коровы, там, овцы и, во всяком случае, в стабилизованном мире исчезли. Потому что они, собственно, не привыкли жить в дикой природе. Они привыкли, чтобы за ними ухаживать. Ну, это серьезно. А жертвоприношение тогда как же, если исчезнут? Да, вот это вот проблема. Нет, ну, будем надеяться, что они не исчезнут. Хотя, может быть, где-нибудь они еще останутся постепенно. Это надо сохранить тогда в заповедниках специально. Ну, я думаю, что, да, если уж диких животных человечество сохраняет, то в заповедниках она постарается сохранить и домашние. Но вообще говоря, если их так просто перестать выращивать, они уже привыкли к тому, чтобы... Ну, никто точно не знает, сколько такие разговоры. Основная мысль такая, что ура вы здесь, да, что есть параллели. Мы еще это у него прочтем. Я просто, как всегда, люблю спойлер, потому что, как бы, к чему мы идем? Не случайно приводит такое вот совершенно материальное следствие, вот, что надо прочесть прямо вот буквально то, что сказано. Вот буквально должны были быть деревья съедобными, да. Это означает, что в мире должно быть... И это вот как бы неожиданно в нашем мире, как ты, Андрей, сказал, оно вдруг реализуется, что можно просто из дерева несъедобного делать съедобное из какой-то культуры органическое создавать съедобные материалы. И это вот материальное следствие. Но одновременно это абсолютно духовная схема, которая говорит о многих духовных вещах, а вовсе не материальных, а связи между корнем и плодом. Она должна быть тоже съедобные, да, вот эти. Все части растения, все части процессов, которые происходят в мире, они тоже должны быть важные, съедобные, не менее важные, чем сами плоды. Они должны быть связаны с вышлими, со смыслом творения. Мы сегодня многие вещи не понимаем, как они связаны с целью творения, например, что мы можем, мы не видим их смысла, их роли в развитии мира, например. Для нас многие вещи загадочны в этом смысле. Зачем так происходит? Зачем нужна эта ветка, та ветка, там на ней плодов нет. Это как бы параллель с деревьями и плодами. То есть это некоторый духовный аспект или моральный аспект этого давления. И существует параллельный чисто материальный аспект, который касается именно еды, именно плодов, которые растут на деревьях. Эти вещи, они связаны между собой, как духовная модель связана с материальным ее воплощением. Я правильно, я понятно сказал? Да, да. То есть получается, что те вещи, которые мы не видим в их назначении, это как бы некий ствол, который еще вот мы находимся в этой прямой. Но она дойдет до своего конца, там будут листья, будет плод и так далее. Какие-то, ну, то есть вот вся реальность, как дерево, да, вот на нашем срезе, да, где-то уже есть плоды, вот, а где-то еще вот идет ветка, да, и мы смотрим какое-то явление и не понимаем, зачем оно нужно. Вот, но если оно есть, значит, у него есть корень духовный. И значит, опять же, что оно дойдет до своей какой-то реализации и даст плоды. Да. Это же я хотела сказать, второе, что это вот действительно, хотя это кажется совершенно разные вещи, еда и там современные технологии производства, а на самом деле это идет по той же схеме, которая зашифрована как бы в повелении о деревьях. Может быть, проще что-то ждать сейчас? Да, да. То есть, то, что было вначале задумано Всевышним, вот эти съезобные деревья, потом все поломалось, потом еще все несколько раз поломалось, но в конечном итоге все приходит, мы видим, к тому, что было задумано, да, вот в развитии цивилизации. Ну, человек должен это вот привести к тому, что было задумано, так что это главная идея. Ну да, что как бы человек думал, что он ради каких-то других целей делает то, что он делает, там развивает прогресс, какие-то технологии находит, а на самом деле выясняется, да, что он неосознанно стремится к выполнению изначального замысла Всевышнего. Ну, может быть и так, потому что, да, не все мы осознаем, но вот именно мы сидим на ветке и не видим ни начала, ни конца, но она должна нас куда-то привезти, да. Да, главное ее не срубить, ту ветку, на которой не сидим. Да. Так, вот тогда я продолжу. Третий день творения Тора описывает ситуацию, когда Земле было приказано сделать нечто определенное, такое, что если бы оно реализовалось, весь мир выглядел бы и вел бы себя по-другому. Однако Земля не смогла выполнить то, что от нее требовалось, при этом не следует понимать стихи, описывающие творение только в их материальном аспекте. Тора, обсуждая здесь Землю, на самом деле говорит о животворящей части всего творения. Она рассуждает о травах, о семени и плодах, имея в виду не только эти части растений, но и то, что бесконечно выше, духовнее и гораздо более абстрактно, нежели материальные растения. То есть вот это понятие семени, ну, абстрактное, да, понятие того, что оно прорастает, понятие корня, которые он дает, ствол, клады, то есть вот эти все, сам образ дерева и все его составляющие, все его этапы, да, это некие духовные понятия, которые там появляются, да, ну, а в нашем мире они имеют форму дерева, да, на который мы смотрим, да, и из этого делаем выводы об устройстве духовного мира, да, в каком-то смысле. да, 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 совершенно верно. Ну да, как Рафшерки еще говорит, что, ну, вот есть, как бы, корень, ну, что такое корень, то есть бросили семя, и в разные стороны от него растут ростки, да, потом какой-то росток вышел над поверхностью земли, дальше он уже идет по прямой, да, и потом он какое-то время идет по прямой, и потом он опять начинает в разные стороны давать направление, да, и это вот как, то есть корень, это как духовный мир, в котором направления шли во все стороны. Наш мир, это вот как ствол, да, это как буква ВАВ, да, это 6 тысяч лет до нашего мира, и потом опять будет некое подобие корню, то есть движение, вот это то, что называется не идти, а прогуливаться, да, вот это металлес. Это все опять же мы учим из дерева, из формы дерева. Так, дальше. Эти этапы принятия решения, планирования, исполнения и оценка присутствуют в каждом дне из 6 дней созидания, поскольку переход от этапа к этапу всегда влечет за собой разрыв, который возникает из-за полной несогласованности между планированием и реальностью. Природа от этапа к этапу соединяет вместе недостатки того, что было в прошлом. Человеку досталась задача восполнения того, чего недостает в творении. При этом нота свободного выбора звучит и играет в каждом из его действий выбора. Давайте рассмотрим еще один пример из Торы, описывающий расхождение между божественным речением и реализацией творения. Стих 24-25 «И сказал Бог, да произведет земля». Это был замысел, а реализация это и создал Бог. То есть он дал команду земля в результате, ему пришлось самому создать. «И сказал Бог, да произведет земля живую». На самом деле, извини, это в примечаниях написано, что в данном случае это таки значит, что это создала земля. То есть то, что создал Бог, поскольку сказано «создало», то есть употребляется слово «осия», то это, несмотря на то, что написано «создал Бог», это относится к земле, что она создавала. То есть действительно есть какой-то разрыв здесь между, да произведет земля и создал Бог. Но по сути мы относимся к 25 стиху так, как будто это земля создавала. В всяком случае так написано здесь со слов учеников Монитута. Видишь, я тебя прервала, но это просто действительно создается впечатление, что она не смогла, он сделал земля. Нет, в данном случае это не так. Это будет так дальше с человеком, а вот в этих стихах как раз имеется в виду, что земля не справилась и с чем она не справилась. Так, сказал Бог, да произведет земля живую душу породу ее, скот и гада и животных земных породу их. И стало так. А результат животных земных породу их, скот породу его, всех гадов земных породу их, чего не хватает живой души. И учит Бог, что это хорошо. Творец повелевает творению, чтобы земля произвела существо, относящееся к миру, который мы называем земным шаром. Творец требует от земли произвести душу живую, нефиш хая, живое существо, подходящее для жизни на земном шаре. Такую форму жизни, такую личность, которая подходит для этого мира. Однако в этом повелении есть определенная неясность. Непонятно, к чему относятся выражения породу ее, лимина. Во фразе «Да произведет земля душу живую породу ее к земле или к душе». Интересно, да? То есть вот эта душа, которую она должна произвести, она должна быть породу земли. В итоге так и получилось. Адам это мужской род слова земля. грамматически. Просто здесь есть различные комментарии по поводу того, как надо читать это предложение. То ли живая душа должна быть породу ее, то есть разных родов, и тогда то, что идет дальше, скоты, годы, животные и так далее, породы, и животные породы. животные породы их, живая душа породы его, а скоты и гады, скоты и гады, их нет породы их. Это очень странно. Получается, что много разных видов живой души их, и много разных животных тоже, а скоты и гады нет. Один только вид. Он об этом будет дальше говорить, и это означает, что есть сложность в прочтении именно таким образом. Поэтому он предпочитает относить породу ее к земле. душа живая должна быть приспособлена к жизни на земле. Они разных видов. Интересно вообще на иврите, что это лимина идет после слова хая. Причем первый раз хая лимина, да. А второй раз хая то эрес, да. Можно опять же сказать, что это хая, которое животное. сказал Бог, да произвед земля живую душу породы ее. К чему относится рода ее? Земле или к душе? И он даже картинку дальше рисует. Сейчас посмотрим, по-моему. То есть он еще раз объясняет, требовалось ли произвести живую душу подходящую к роду земли или разные души разных родов и видов. Согласно первому варианту понимания, представляется, что здесь говорится только об одном виде, которому свойственно приспособлены для жизни на земном шаре. То есть соответствие общее для всех видов животных на земле. Те животные должны быть приспособлены к жизни на земле. Согласно второму варианту понимания, на земном шаре есть больше одного вида животных, и у каждого есть свои особенные свойства. То есть породу их нефиш хая различных это разные животные. Несмотря на то, что большинство комментаторов склоняются ко второму пониманию, представляется, что главным является первое. тракт и дальше объясняет, почему он предпочитает м. Представляется, что есть смысловая разница между скотом и животными хая. Но это много разных комментариев на эту тему есть. Не будем это вдаваться. Иногда управляются так, иногда наоборот. По-простому можно было сказать, что скот означает домах животных, а животные из земли диких животных. Если так, в этом стихе перечислены три разные категории животных. Скот, гады и животные. Или же перед нами и четвертая форма жизни – живая душа. На этот вопрос нельзя ответить однозначно, основываясь исключительно на словах писания. Рассмотрим еще раз стих 24. «Да произведет земля живую душу породы ее, скот и гада, и животных земных породы». Довольно сложная грамматика, переведено породу их, но написано тоже порода ее. Можно считать тоже по отношению к земле. Сколько категорий животных было нужно произвести в земле? Три или четыре? Устная тара учит нас, что это три подкатегории живой души. Если мы считаем выражение породы ее, как относящиеся к земле, можно понять, что эти три категории являются частными случаями живой души. Однако, если порода ее относится к живой душе, из этого как будто следует, что у гадов и животных нет видов и подвидов, то, что я говорил раньше, про них не сказано породу их. Поэтому нам следует понимать этот стих так. Да произведет земля живую душу породы земли, и это будет скот и гад и животные земли. И все они породу земли. Живая душа это единственная форма жизни на земле, он в шаре, и в нее входят скот, гады и животные земли. Ниже мы обсудим место человека среди этих форм жизни. Здесь скажем только, что в конце стиха написано и стало так. Это выражение, которое, как мы уже видели, намекает нам на разрыв между планом и реализацией. То, что в результате сделала земля, она не сделала то, что Всевышний от нее хотел. Этот разрыв действительно ясно виден в следующем стихе, где подробно описано, что осуществилось в реальности. Если так, что произошло в реальности и создал Бог? Да произведет земля душу живую породу ее, этого в реализации нет. Создал Бог? Он как бы создала земля, как я уже говорю. Скот гада, скоты гада, тут сказано, скот породы его и всех гадок земных породы их, то есть все сделаны породой их или породой земли, животных земли породой их. То есть все сделано так или иначе в соответствии с тем, что правильно для земли, породы земли, по-видимому, по комментарию Манитур. А то, что разные виды есть, это само собой разумеется. Есть не указывается, что много скотов, много гадок, много животных. Посяк так, я думаю, надо понимать. И тут получается, что не хватает живой души, которая в принципе должна быть главной в этом списке. Разница между планированием и реализацией вполне очевидна. Из анализа этих стыков видно, что земля сама по себе собственными силами должна была произвести животное царство, состоящее из этих трех категорий, а вершиной ее деятельности должна была стать душа жмая, а именно существо, близкое к человеку. и в этом земля потерпела неудачу. То есть вообще говоря, она что-то произвела, животное земли, все как надо, но не хватает здесь живой души. Это очень важное, что было Богом углубленным. Это очень важная основа для того, чтобы понять, почему Богу пришлось своими руками создать человека. Мне кажется, что здесь подчеркивается, что материальный мир, за которым скрывается Всевышний, сам по себе не мог создать живую душу, то есть человека морального, который отличается от всех остальных животных именно тем, что у него есть мораль. А в природе, за которой Бог скрыт, мораль не существует. Мы не можем сказать, что волк пытается дайчиками, дайчиками, это аморальный поступок. Он так создан, чтобы он питался дайчиками. Если даже они борются за главенство в стае, допустим, и дерутся между собой, то это такая природа. И мы не будем, мне кажется, неправильно говорить, что волки ведут себя морально. Хотя конечно художественная литература не встречается. Что скажешь, Андрей? Смотря что называть моральным, если способность к диалогу с Творцом и выполнение его указаний, пусть не всегда в точности, то это как раз то, что делает здесь земля? Или это на этом этапе земля была в диалоге с Творцом, а потом все это стало уже действовать по законам установленным и дальше остался только один человек? Я не знаю, является ли это в точности моралью. земля в данном случае мы как бы это может быть не читали, но в примечании подчеркивает представитель книги, что земля это весь материальный мир. То есть творение, на тот момент творения это была земля, пока не было человека. Весь материальный мир, пока не было, то есть вся материя, не только земной душа, на котором человечество развивалось, а вся материя она это природа и допустим я запускаю какую-то программу компьютера, она работает, она делает то, что я ей велел. Она на какие-то вещи способна, на какие-то она не способна. Вот довольно трудно мне кажется приписать компьютерные программы и моральность, хотя она делает то, что я от нее хочу, я в нее заложила, запрограммировала. Можно ли предъявить земле претензии за то, что она поступила полностью в соответствии с тем, что Всевышний от нее хотел. То есть предъявить претензии, что она поступила не аморально, она ослушалась слова творца. Это вообще очень непростой вопрос. У нее как бы есть свобода воли, она у всего творения. Свобода воли это не адекватно морально. Это один из инструментов, который мы используем, чтобы решать, поступить морально или аморально. если у меня нет свободы воли, то у меня вообще никакого спроса. Свобода воли у них есть. В этом смысле аналогия с компьютерной программой не совсем точна. А вот если у них мораль, я не знаю. Например, вот этот мидраж, который говорит о диалоге между Луной и Всевышним, как Луна приходит к нему Всевышнему с претензией и говорит, что в мидражи не в тексте. В тексте у нас есть вот тоже разрыв между планированием и реализацией. Сначала было запланировано два светила большие, а сделано было одно большое, одно маленькое. И мидраж заполняет этот разрыв. я не уверена, что мидраж действительно должен в данном случае отражать реальность того, что у Луны было предъявлять моральные требования в мидраже. Она там предъявляет моральные требования. Она приходит и говорит, что так и она не работает. Невозможно, чтобы два царя под одной короной служили. конкретно утверждает, что должна быть иерархия принятия решений. Невозможно, чтобы было два светила одинакового размера. Ну и тогда он говорит уменьши себя. Это вот все мидраж, который привязан именно к такому заметному различию между планированием и реализацией. И Всевышний говорит ей, ну хорошо, так это не будет работать. Это утверждение неморальное. Оно будет просто так это неэффективно. У фабрики должен быть один директор, а не тот. Ну хорошо, он говорит, тогда ты себя уменьши, будь заместителем. И дальше уже действительно ее претензии имеют какое-то моральное моральное характер. Она ему говорит, ну вот я тебе разумную вещь сказала, природа так не работает, а ты меня за это унеси. Может быть. я не знаю. Мне кажется, что скорее этот мидраж должен отразить то, что суть этого идеала, что на самом деле есть идеал равенства в мире и никакое никакое оправдание, которое Всевышний там есть несколько мидражей оправданий, которые или там компромисс, который он предлагает Луне, они не проходят, потому что равенство должно быть. И то, что есть неравенство, это как бы следствие несовершенства нашего мира, а он по-другому в настоящее время не работает, но вообще говорят неправильно. Мне кажется, основной смысл мидража такое, то, что там Луна выглядит как в некотором смысле сила, которая предъявляет моральные претензии, это не отражает идеи о том, что мироздание была мораль до создания человека. Это мое личное ощущение, я не уверена, что это правда. Мне кажется, что творение с каждым днем все больше и больше отдаляется, приобретает самостоятельность и в результате превращается в человека, как высшая голова всего творения, которое уже с одной стороны настолько отдалилось, но отдалилось настолько, что с ним теперь можно вести диалог. и теперь уже ведет с ним диалог творец на совершенно другом уровне. Не то, что он произведет это, это приказы он отдает, несмотря на то, что они могут им не подчиняться. Но с человеком он уже ведет, сказал ему, заповедал им, там уже немножко по-другому идут фразы, и поэтому там уже можно говорить о заповедях, о диалоге и о морали, что это верхушка вот этого, такая сознательная верхушка всего творения, с которой уже можно на более высоком уровне вести диалог, мне кажется. Я не возражаю, это правда, да, но мне кажется, тут вот мы уже сегодня подходим к концу, поговорим об этом в следующий раз. Это важный момент, что до этого времени все время действовала природа, и природа все время оказывалась несовершенна. для того, чтобы создать то, что она не в состоянии создать, то есть именно человека, необходимо вмешательство творца, то есть в неком смысле откровения. Он не может полностью скрыться за этим, за природным занавесом. Чтобы ввести в этот мир человека, способного изменить природу, продвинуть ее к идеалу, нужно вмешательство творца. Это очень важный момент. И мы в следующий раз тогда здесь мы остановимся, а в следующий раз об этом поговорим. Хорошо? Да, спасибо, Нахама. Спасибо тебе. Увидимся через неделю. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Спасибо вам, Алина. Спасибо, Нахама. Очень интересно. Новый взгляд. Такого еще не слышала. Да. Да? Да. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всем шалом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok